Слава Украине! Ребятки, мы несколько увлеклись московским бункерным шизоидом и совершенно забыли о его братье по разуму, меньшем братье по разуму, по фамилии Лукашенко, который сидит там в Минске и чудит точно так же, такое же чучело-мучучело. Итак, сегодня Синепалый у себя там в Минске, там Дрозды, или где он там проживает, неважно, прячется он от народного гнева, принимал министра здравоохранения. А вот дело в чем? Дело в том, что арестованы в Минске 35 ортопедов-травматологов типа за взятки, а также задержан личный врач Синепалова, то есть, то же самое за какие-то мифические взятки. Я так и не понял, с кого он взятки брал? С самого Лукашенко, что ли? То есть, ребята, что вам сказать? Вот то, что происходит в Беларуси, и то, что происходит на России с арестами этими всеми, да, там генералов пачками арестовывают, тут арестовывают, дело врачей, ничего не напоминает так, да, вот это вот 35 врачей, потом еще врач Лукашенко. Ребята, это все напоминает позднего Сталина. Позднего Сталина 52-53 года, когда он абсолютно выжил из ума и начал просто косить налево и направо. Ведь вы все прекрасно, ну, кто учил историю, он помнит, что вот при Сталине репрессии были постоянно. То есть, нельзя назвать периоды, когда их не было, они были всегда. Но были несколько периодов, когда вот эти вот репрессии, они просто уже становились шизанутыми и зашкаливали просто за всякий здравый смысл. Это 37-38 годы, первая волна, такая вот, что просто налево-направо косили всех. И второй, это 52-53 год, когда у него полностью сорвало крышу, и он начал гасить, вот прежде всего, как раз врачей. И мы смотрим, что на России, в Беларуси, эти вот 37-38, 52-53, они объединились в одно такое общее шизофреническое состояние власти, и они ударили как по собственному генералитету, потому есть за что ударить. Просто, понимаете, они же ударили не за то, что должны были, ну, неважно. И ударили по врачам, да, в Беларуси. То есть, это просто копейка в копейка поздний Сталин, ребята. Но мы все прекрасно помним, чем кончил Сталин, да? Казалось, что он вечный, что он диктатор на века, а уже в 53-м году он там лежал в луже собственной мочи и не мог даже моргнуть глазом самостоятельно. То есть, вы знаете, любому, любому людоеду приходит конец, даже если это людоед во власти. Он не осознает того, что конец придет. Но конец придет, однозначно. И все будет. Украина. Слава Украине!